Всем привет! Меня зовут Дима и сегодня я расскажу как настроить выгрузку данных сайта на конструкторе Tilda CRM-систему AmoCRM. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Tilda. Теперь необходимо указать действие. Получить данные из форм. На этом этапе вам необходимо создать новый виртуальный аккаунт Tilda в системе Apex Drive. После того как подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем продолжить. На этом этапе вам необходимо скопировать URL для приема данных. Именно на него будут поступать новые заказы и заполнение форм с сайта на Tilda. После этого переходим в личный кабинет Tilda. После добавления, если необходимо, вы можете произвести дополнительные настройки. также после всех настроек не забудьте опубликовать все страницы. Далее необходимо перейти на сайт и заполнить форму на нем или создать новый заказ, для того чтобы новые данные отобразились в системе Apex Drive. После того как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. Теперь вы видите тестовые данные, которые пришли на указанную ссылку после заполнения формы или создания нового заказа. Если на этом этапе данных нет, попробуйте повторить действия, описанные выше, а также убедитесь, что вы опубликовали изменения на вашем сайте. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом настройка источника данных Tilda успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем AmoCRM. Далее необходимо указать действие. Если вы хотите, чтобы на основании данных из Tilda создавалась новая сделка, выбираем соответствующее действие. Теперь необходимо подключить вашу AmoCRM к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке активные аккаунты, выбираем его и кликаем продолжить. Далее вам необходимо указать воронку и статус, в которых будут создаваться новые сделки на основании данных из Tilda, а также заполнить поля AmoCRM переменными из Tilda, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые переменные назначены в поля AmoCRM, опускаемся вниз страницы и кликаем продолжить. На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в AmoCRM на основании данных из Tilda. Если вас что-то не устраивает, кликните редактировать и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, нажмите отправить тестовые данные в AmoCRM. После успешной отправки перейдите в CRM-систему и проверьте результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных AmoCRM успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи! Продолжение следует...